Здравствуйте! В эфире программа МЧС «Экстренный вызов» и я, представитель ведомства Елена Левин. Страшную трагедию, произошедшую 25 марта 2018 года в городе Кемерово в торговом центре «Зимняя Вишня», помнят, наверное, многие. Тогда оборвали жизни 60 человек, большинство из которых дети. Борьба с огненной стихией, а по-другому это и не назовешь, осложнялась тем, что практически все помещения быстро заполнялись высокотоксичным, едким дымом. Пути эвакуации были блокированы им же. Паника, которая обуяла посетителей, мешала пожарным сориентироваться по местонахождению пострадавших. 16 ноября Камчатские пожарные решили провести нестандартные пожарно-тактические учения. И некоторым образом сымитировать ситуацию, которая произошла в «Зимней Вишне». Для этих учений была разработана специальная легенда. В результате землетрясения и короткого замыкания произошел пожар в кабинете номер 307 Камчатского педагогического колледжа. После срабатывания пожарной сигнализации преподаватели и администрация учебного заведения сообщили о произошедшем в пожарную охрану и начали эвакуацию учащихся. Через несколько секунд после получения сигнала на место условного происшествия по второму, к повышенному рангу вызова, отправились боевые расчеты сразу нескольких подразделений. Первые из них прибыли к колледжу в течение пяти минут. «Здесь люди могут находиться, да? Сколько человек? Где они могут находиться? Здесь на втором кабинете. Где мы, где мы? Здесь. Примерно на этом. Пожар, где у вас произошло? Здание обесточено? Вы обесточили здание? Да, нет? Обесточивайте! Перед начальником караула стояла непростая задача – определить, кого слушать в первую очередь. Официального представителя педколледжа, утверждающего, что все люди смогли эвакуироваться, или подростка, который буквально кричал о том, что его товарищи не смогли выйти на улицу и остались в дымовой ловушке. Охранник, говорю, не знал о количестве людей, находящихся в здании. Он думал, что все люди эвакуированы. В то же время на объекте был студент с группы, которая не успела покинуть здание. Это было сделано для того, чтобы сбить с толку первое прибывшее подразделение начальника караула. Грубо говоря, мы немножечко попытались сомитировать ситуацию, которая произошла в городе Кемерово с Зимней Вишней. Когда и очевидец, и представители администрации попытались показать кратчайший путь. Но в этой ситуации начальник караула воспользовался планом тушения пожара, выслушав оба заявления и от охранника, и от очевидца. После общения с очевидцами стало понятно одно. В кабинетах остались дети, и им требуется срочная помощь. Спасение людей – это решающее направление на любом пожаре. Работа бойцов осложняла и то, что им заклеили маски плотным белым скотчем, то есть видимость была полностью нулевая. В реальной жизни такое происходит как раз тогда, когда горит, например, пластмасса или пластик, выделяющий густой едкий черный дым. Первое же газодымозащитное звено на ощупь, зайдя в одно из помещений, поняло – здесь учащиеся. Они напуганы, им нужна срочная помощь. Собовы бойцов было два устройства самоспасения. Они надели их на ребят и эвакуировали на улицу. Информация об остальных людях была передана по радиостанции в штаб. Одно звено газодымозащитников тут же сменялось другим. Таким образом, из огненной ловушки спасли 16 человек. Крайних двоих подростков вынесли буквально на руках по замыслу. К моменту, когда их обнаружили, они находились уже без сознания. Параллельно пожарные нашли условный очаг возгорания, который им предстояло оперативно ликвидировать. Но тут поступило новое вводное. Со связи пропало одно из звеньев газодымозащитников. Предполагается, что с пожарными случилась беда. Возможно, даже у них закончился кислород. На помощь товарищам отправились их коллеги. Пожарных спасли, вынесли на свежий воздух, а затем передали медикам. Пожарно-тактические учения такого уровня сложности, в том числе и психоэмоционального, впервые проводятся на Камчатке. Но огнеборцы должны уметь работать в любых самых сложных условиях. Поэтому подобного рода тренировки будут проводиться регулярно. Цели и задачи достигнуты. Всех спасли, 16 человек спасли, вывели из здания. Пожар потушен на площади 104 квадратных метров. Всего в учениях было задействовано 6 пожарных автоцистерн, одна автолестница, аварийно-спасательная машина. Работало 11 звеньев газодомозащитной службы. Введено 6 ручных пожарных стволов на тушение пожара и защиту соседних помещений. Было создано 2 боевых участка. Развернут оперативный штаб пожаротушения. Помимо пожарно-спасательных подразделений, участие в тренировке приняли сотрудники поисково-спасательного отряда, Краевого центра обеспечения действий по ГУЧС, медицинские службы и госавтоинспекции. Всего было задействовано около 70 человек. Ну, меня зовут Андрей. Что я могу сказать о землетрясении, которое было в Усть-Камчатске? Живу я на пятом этаже. Это было волнительно и бодрительно. Это уже была ночь, где-то без 10-12, если не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться. Я уже готовился ко сну, уже засыпал. Когда внезапно начало все трясти, вся мебель ходить ходуном. Подскочил и не знаю, за что хвататься. Куда бежать и что делать. Ну, потом собрался с мыслями. Значит, выскочил в подъезд. Хотел было спуститься, но уже не стал. В общем, землетрясение кончилось. Слава Богу, что все обошлось. А так все очень волнительно. Все, люстры ходили ходуном. Шкафы, блин, на пятом этаже тоже ходили ходуном. Книги с полок выпадали. В ванной у меня там, зубная щетка, все попадало. Ну, в общем, хорошо потрясло. Не знаю, сколько баллов было, но было не очень весело. Волнительно и бодрительно. Именно так охарактеризовал землетрясение, произошедшее 10 ноября в Усть-Камчатском районе, местный житель Андрей. Потрясло их действительно знатно. Сейсмособытия магнитуда 4,9 зафиксировали на глубине 21 километр. Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. По данным датчиков, в этом населенном пункте подземные толчки ощущались силой до 6 баллов. На территории поселка Крудоберегово силой до 7 баллов. Это довольно сильное землетрясение даже до сейсмически активной Камчатки. На самом деле, очень необычное землетрясение. Сначала был сильный гул, затем затрясло. Живу на первом этаже, особо землетрясения не боюсь, но тут прям почувствовал себя не очень приятно. Скажем так, стало нормально трясти, подорвался, даже пытался лечь спать. Пришлось встать, открыть двери, одеться. На всякий случай, всякое же бывает, вдруг усилилось бы землетрясение. Но было такое достаточно сильное. Буквально через 14 дней, утром 14 ноября, потрясло и жители Петропавловска-Камчатского. Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на глубине 32 километра. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 85 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки жители краевой столицы ощутили силой до 4 баллов, в Илючинском округе Ельзовском районе до 3 баллов. В обоих случаях после землетрясения на обследование социально значимых объектов отправились рабочие группы спасателей. Они выяснили, что видимых повреждений, которые несли какую-либо бы угрозу, зданий нет. Объекты ЖКХ и энергетики продолжили работать в штатном режиме. Да и паники среди населения абсолютно не было. Привыкли наши люди к подобного рода толчкам. Личным составом первой пожарно-спасательной части произвели осмотр социально значимых объектов в районе выезда. Видимых повреждений нет, паники среди населения нет. Все работает в штатном режиме. Но все-таки, как уже говорилось ранее, мы живем в сейсмически опасном регионе. И не лишним будет напомнить, как подготовиться к возможному землетрясению. Заранее определите наиболее безопасные места, где можно переждать толчки. Это проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса. Наиболее опасными местами в зданиях являются большие застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты и лестничные проходы. Укрытием отпадающих предметов и обломков могут служить места под прочными столами и кроватями. Научите детей прятаться туда при сильных толчках в отсутствии взрослых. Проведите дома репетиции. Заранее прочно закрепите шкафы, этажерки, стеллажи, полки к стенам, к полу. Не устраивайте полки над спальными местами, раковинами, унитазами. Надежно закрепите люстры и люминесцентные светильники. Не загромождайте вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные площадки. Имейте дома запас консервированных продуктов и питьевой воды из расчета на 3-5 дней. Аптечку первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных материалов и с набором лекарств, необходимых хронически больным членам семьи. Переносной электрический фонарь, огнетушитель, например, автомобильный. Всегда имейте при себе сотовый телефон. Храните документы в одном легкодоступном месте, желательно недалеко от входа в квартиру. Там же целесообразно хранить рюкзак, в котором следует иметь нож, фонарь, топорик, спички, зажигалку, немного еды, аптечку, свечи, шерстяное одеяло, кусок пленки и запасную одежду и обувь в расчете на всю семью. На случай, если при сильном землетрясении вы примите решение покинуть здание, заранее наметите путь движения с учетом малого запаса времени – около 15-20 секунд до наибольших колебаний и толчков. Четыре года в колонии общего режима и выплата морального ущерба в общей сумме более 12 миллионов рублей родственникам погибших. Именно такой приговор огласил 13 ноября Петропавловск-Камчатский городской суд организатору смертельного тура на Кличевский вулкан. Трагедия произошла в сентябре 2022 года. По версии следствия, обвиняемый, зная о закрытии для посещения и запрете проведения туров на вулкане Кличевская Собка, в сентябре 2022 года организовал восхождение на вулкан группы туристов в количестве 10 человек в сопровождении двух гидов. В ходе восхождения 8 туристов и один из гидов сорвались со склона. В результате один из туристов погиб, оставшиеся, скончались от полученных травм и переохлаждения в течение последующих нескольких дней. Организатору тура было предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 КРФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц. Вот она, цена ошибки. 9 погибших, 8 туристов и 1 гид. Тогда эта трагедия без преувеличения и, к большому сожалению, прогремела на всю Россию. Сейчас туризм активно развивается на Камчатке. Наши красоты, в числе которых, конечно же, активные вулканы, так и мянят людей практически со всего мира. И что радует, люди начали понимать необходимость регистрации тургрупп в МЧС России. Это как одна из дополнительных страховок для обеспечения собственной безопасности. Согласно статистике, начиная с 1 января этого года, на полуострове зарегистрировали свои маршруты более 1700 туристических групп. В их составах путешествовали 19 323 человека, из них 4 609 дети, 543 иностранцы. Самые популярные направления – это гора Верблюд, Вилючинский перевал, дачные источники, вулканы Горелый и Вачкажец, Ганальские востряки и Голубые озера. Детские туристические группы в настоящее время имеют тенденцию регистрировать любую экскурсию или поход, связанные с активными видами туризма, даже выезд на Халатырский пляж. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю напоминает, что любой самостоятельной туристической группе настоятельно рекомендуется зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности. Спасатели могут проконсультировать о том, безопасно ли пребывание на том или ином маршруте, какая погода там ожидается, расскажут, как лучше экипироваться. Сотрудники ЦУКС призывают туристов при регистрации внимательно и подробно заполнять маршрутный лист, а именно указывать фамилию, имя, отчество, год рождения, страну проживания и контактный номер телефона каждого члена группы. Точное количество людей в группе, номера телефонов двухконтактных лиц, не участвующих в походе на случай происшествия, точную линию маршрута, следование, информацию об имеющихся в группе средствах связи и средствах оказания первой помощи, а также о страховочном снаряжении. Эта информация поможет спасателям в случае необходимости качественнее и оперативнее организовать поисково-спасательные мероприятия. Зарегистрировать свой туристический маршрут можно тремя способами. На официальном сайте МЧС России посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу Камчатский край, город Петропавловск, Камчатский, улица Ленинградская, дом 25, лично обратившись в ЦУКС главного управления МЧС России по Камчатскому краю по адресу город Петропавловск, Камчатский, улица Тундровая, дом 6. Сотрудники ЦУКС предоставляют консультации по заполнению маршрутного листа по погодным условиям на маршруте следования, а также действующих предупреждениях о неблагоприятных, метеорологических и геофизических явлениях по телефону 3010-81. Проконсультироваться о состоянии и сложности маршрута, выбору снаряжения, составлении нитки маршрута, возможного оперативного дежурного поисково-спасательного отряда, Центра обеспечения действий по ГОЧС по телефону 4103-95. К берегам Камчатки со стороны Охотского моря подошел очередной циклон, принесший с собой обильные осадки. Зная заранее прогноз противоловинный центр, объявил штормовое предупреждение. Вплоть до 21 ноября включительно риск схода снежных масс возможен в Елизовском, Узбольшерецком, Быстринском, Соболевском, Мирковском и Усть-Камчатском районах. Кроме того, лавина опасности объявлена в районах Милючинского, Козельского, Корягского и Абачинского вулканов, а также на территориях Кранотского заповедника и Ключевской группы вулканов. В связи с этим туристам, спортсменам и охотникам рекомендуется принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавина опасных склонов в ближайшие дни. Родителям стоит внимательно следить за местонахождением своих детей, а также рассказать им об опасности игр под ножью сопок. Ну и по традиции, в заключении программы напоминаем единый номер вызова всех экстренных служб – 112. По нему можно звонить бесплатно круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки Камчатского края, где есть охват операторов сотовой связи. Если вы планируете выезд в труднодоступные места, имейте при себе спутниковый телефон. Набор осуществляется через плюс 112. Ваша безопасность, прежде всего, это ваша ответственность. Берегите себя. До скорых встреч! Продолжение следует...